Михаил Иванович, давайте с Вас начнем. Ваше мнение о сегодняшней манке? В общем, юниоры слабо отработали, а основной состав тоже слабо отработал. В чем верили гости преимущества? Юниоров набрали 12 очков и возрастов. Они набрали 37 очков, а наши только взрослые 34. В чем причина, почему такое? В чем причина? В этом году установка на молодежь. Проблемы с юниорами. И сейчас те юниоры, которые были в прошлом году, они перешли во взрослых. И имеют еще немного недостаточного опыта. То есть этот сезон надо накатывать, накатывать, чтобы на следующий сезон они в полную силу могли выступать и составлять конкуренцию. Это поважно, как кажется. У нас в этом году задача такая, накатка молодежи. Основного состава молодежи. То есть, можно сказать, с этим полцем несколько, скажем так, променутичек? Да, да. Зайдем на муж. Да, да. Спасибо. Олег, вы что скажете? Как вы понимаете, что это было? Как бы сложилось для нас? Да. Ну, в целом-то неплохо, за исключением некоторых заездок, таких нервов. Собственно, никто легкой победы здесь и не ждал. И Лукоилов всегда был достойным соперником. Поэтому боролись. И гонка прошла в такой упорной борьбе, я считаю. Так что, для меня лично она, мне лично она понравилась. А вот в вашей неделе, в чем причина поражения выходит? Ну, во-первых, у них этот год, это период становления. У них, значит, из юниоров вышли два гадеятова. И они первый год ездят во взрослом составе. Поэтому, естественно, он всегда тяжелый. Все-таки сразу бороться с ними, за взрослым, не очень тяжело. В общем-то, неплохо проявляют себя. И что-то такое. Ну, да, это была такая проблема у нас в прошлый год, отсутствие юниоров. Так как юниоры выступают у нас, три спортсмена в гонке. И, по сути, они едут 10 заездов. И от них очень многое зависит. Поэтому здесь что сделаешь? Получается так, что в основном эти матчи возлагаются на плечи юниоров. Взрослые отрабатывают, если правильно Михаил сказал. Набрали 37, их взрослые набрали 34. Это небольшая разница. Всю гонку, получается, выигрывают юниоры. Спасибо. Ну и Денис, в комментариях. Во-первых, свое выступление как оценивали? Как оценивали? Как оценивали? Своё выступление оценивали хорошим. Как уже было сказано, команда сильная. Турбинные соперники. Проиграл, можно сказать, более чем достойным соперником. Роману Поважину и Петру Карлсину, которые ездят в четырех лигах мировых с очень большим опытом. И тут уже я проиграл из-за нехватки вот этого опыта. Я думаю, наберем такой опыт. Будут стараться быстрее набирать столько же опыта, что достойно бороться и уже в следующий раз не проигрывать. Вообще не? Да. А так, хорошо проект. Спасибо. Значит, начнем. Load ухе. Нет, это какой-то. Мистер Карлсон, я хочу задатьстрации вопросы. ПервоеHmm... Как ты думаешь оцист database, на которой мы переканеем. А потому что у нас не devam Я думаю, что каждый тракт, который я получил в России, это новый тракт для меня. И Октабьерс тракт был очень приятный тракт. Я думаю, чтобы начать, может быть немного дырт, как это было на практике. Но это было хорошо. Я думаю, что это было право для оба команда. Вы любите турбина? Да, я думаю, что у нас есть хорошая команда. Мы были близки к победе в Толлиати. Это не выглядит плохо. Но есть много сильных команда в России. Это очень сложно для меня. Я не знаю ни каких-то трактов, чтобы сказать, кто это лучший или что-то. Я думаю, что каждый тракт имеет хорошие стандарты. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok